Люкс ФМ представляет. Я как Брюс Ли только в музыке. На белом-белом покрывале января. Я очень сильно весел. Я был настырным, наглым, писал всем. От Ани Сидыковой, заканчивая Киркоровым. Ты пошел именно на этот запах успеха. Очень многие люди знают мои песни, но не знают, как я выгляжу. Мы сегодня в Queen вместе с Артемом. Артем, начнем сразу с Блица. Сразу с Блица, а потом уже обсудим с тобой Google-запросы. Блондинка или брюнетка? Брюнетка. Худышка или в теле? Худышка. Веганский фалафель или прожаренный стейк? Фалафель. Хит для себя или под ключ? Для себя. Артем популярный исполнитель или Артем крутой продюсер? Популярный исполнитель. Жить на Бали или в Украине? В Украине. Харьков или Киев? Киев. Джип или электрический самокат? Какой джип? Джипистый. Джипистый. Джипси джип, да. Худи или строгий костюм? Худи. А не все такого или елка? Елка. Спать до обеда или просыпаться с первыми петухами? Спать до обеда. Медленный танец или веселый дэнс? Веселый дэнс. Чужой совет или собственное мнение? Собственное мнение. Быть достойным или важным? Достойным. Первый гугл-запрос. Знаешь какой? Хочется с тобой обсудить. Артем Пивоваров, кто это? Вот три пункта, которые могут охарактеризовать Артема Пивоварова. Прям по пунктам идем, да? Я как Брюс Ли только в музыке. Я фанатик своего дела. Это метафора, да? Я автор, артист, музыкант, саунд-продюсер. Продюсер в будущем, если тебе так хочется, да? А тебе хочется? Да. Да, я думаю, не исключено, конечно. Ты чувствуешь в себе силы? Да, я знаю. Я думаю, что это рано или поздно произойдет. Просто не в ближайшем будущем. А зачем это тебе надо? Мне интересно помогать и развивать новые проекты. То есть у меня есть сейчас проекты, но я в них участвую как саунд-продюсер. И в каких-то моментах я даю нечто большее, чем просто советы в плане музыки и творчества. Поэтому мне кажется, что нужно еще больше опыта для того, чтобы прокачаться и познать все грани музыкальной индустрии. И попробовать себя вот конкретно в этой стези. А в тебе больше эмоциональности или романтики? Я думаю, это баланс. Ну, то есть во мне ограничит все. Я достаточно эмоциональный человек, но при этом не менее романтичный. Но вот даже читая интервью и биографию, да, понимаешь в том, что раньше эмоций было больше. Да. Чем романтики. Я взрослею. А когда этот баланс? Я думаю, с момента, когда я в Киев переехал. Я научился сублимировать свою энергию в правильное русло. Я научился находить баланс и не прыгать, наверное, выше своей головы. Хотя амбиции мои стали еще больше. И я мыслю во вселенских масштабах. А была какая-то ситуация, которая заставила все-таки переосмыслить вот эту эмоциональность? Это просто, ну, ты говоришь, переехал в Киев. Но ты не просто переехал, знаешь, типа сошел с поезда или с маршрутки и все. И меньше стало эмоциональности. Просто в момент, когда я, опять-таки, у меня был переезд из моего маленького города Волчанска, где я прожил 19 лет, я переехал в Харьков. Это я подробнее расскажу еще об этом. Я пожил какое-то время в Харькове и понял, что мне стало тесно там. И для того, чтобы дальше двигаться, развиваться, не только в своем продакшене, да, в музыкальном развитии, конкретно написания песен для других артистов, а для того, чтобы становиться самому артистом, нужно переезжать в Киев. Потому что я существую как сольный проект, наверное, лет пять. И вот три года назад только, да, я переехал в Киев, и вот все-все началось, все понеслось. Мне нужно было просто, наверное, повзрослеть. Что конкретно произошло? Происходило очень много вещей в период, пока я жил в Харькове еще. Но конкретно в Киеве, я думаю, я просто соприкоснулся с индустрией и начал общаться прямо на «ты», если раньше это было на «вы». Потому что все-таки дистанционно действительно сложно находить контакт. Пускай даже у тебя есть друзья, знакомства, так или иначе, это непросто. Сколько процентов из ста у тебя конфликтности сейчас? Двадцать, я думаю, или тридцать. Раньше было больше? Ну, меня нужно вывести прямо из себя, чтобы я превратился в Брюсли в действии. Ну, то есть вот та история известная, когда тебе было двенадцать лет, когда ты не ладил с преподавателями в музыкальной школе. По сути, это была черта характера конфликтности. Обязательно, конечно. Я не хотел слышать никого. И в какой-то степени эти качества, которые помогли мне поверить в себя, они же, наверное, и мешали мне в том числе развиваться и принять нечто новое для себя. Какую-то информацию, прислушаться к советам не только близких людей, но и сторонних людей. Потому что бывают, что сторонние советы иногда приносят достаточно немалую пользу и делают какой-то вклад, вносят вклад в твою жизнь, в твою карьеру, в твое развитие. Просто случайно люди могут оказаться полезными. Но вот, кстати, по поводу вот этой ситуации с музыкальной школой, ты всегда таким был? С самого детства? Да. Или это было вот по щелчку, знаешь, такое, типа, я переступил через себя и смог сказать преподавателям то, что я думаю? Потому что многие дети боятся преподавателей, боятся, что они не смогут их, ну что ли, морально там подавить или хотя бы победить. Да, я понимаю, о чем ты. Смотри, я вырос без отца, это тоже достаточно популярная тема в интервью. Но я могу поговорить с тобой более обширно и глобально на эту тему. И в какой-то период времени я позволил себе отвечать за свои поступки не просто перманентно, а я понял, что я вот беру, беру здесь и сейчас, и взрослею раньше, чем нежели мои сверстники взрослели в тот момент. То есть я... Ты сам? То есть ты сам? В 11-19 лет ты понимал это уже? Ну мне, опять-таки, мне помогли с этим мои родители, моя мама, моя бабушка, мой дедушка. Но так или иначе, они просто меня направляли. То есть я, конечно, не гангстер, не рэпер, который жил в каких-то тяжелых условиях и в каких-то криминальных районах. Но я рос на улице, то есть у меня была компания людей, у нас было по 10-12 человек, мы постоянно гуляли вместе. И эти тусовки всегда заканчивались абсолютно разным исходом. Каждый вечер заканчивался по-разному. И в какой-то момент я понял, что я сам отвечаю за свои поступки, сам отвечаю за то, что я делаю. Так, в чем дело? Ты видишь, я там написал, я работаю. Вообще-то хотел поработать с тобой. Ну, садись, работай. Ну что, как у тебя работает? Круто, конечно, но я не уверен, что мне заплатят зарплату за то, что я просто слушаю радио. А я тебе говорю, заплатят. Если будешь слушать радио Максимум, заплатят. Ребят, и это не шутка. Вы реально можете получать дополнительную зарплату, просто слушая радио Максимум. И пропустить такую возможность будет реально странно с вашей стороны. Ну, во всяком случае, для меня. Для этого просто сфоткайте или сделайте скрин логотипа радио Максимум. Запостите в инсту и в фейсбук. И напишите хэштег одним словом зп на максимум. И ждите лавину бабла на свою голову. Ну или вам прилетит праздничный бокс к новогоднему столу. Усилий минимум, а денег максимум. И розыгрышей, между прочим, куча каждый будний день. Ну а я пошел работать, вернее слушать радио Максимум. Я сам отвечаю за свои поступки, сам отвечаю за то, что я делаю. Все причинно-следственные связи рано или поздно направляют нас. И показывают нам, что здесь и сейчас тебе придется отвечать за все, что ты делаешь. И в тот момент мне казалось, что я уже настолько сильно возрослел, что я имел право принять это решение и уйти из музыкальной школы. Потому что в тот момент я уже подрабатывал, помогал соседям и еще кому-то. То есть сейчас уже во взрослой жизни, ты как считаешь, это было правильно? Нет, это было неправильно, потому что музыкальное образование, мне кажется, это неотъемлемая часть моей профессии, работы. Это то, что я люблю, и все равно рано или поздно мне пришлось обучаться этому. Я индивидуально занимался с преподавателями, я изучал эту информацию в интернете и все равно я занимался, все равно я жертвовал своим временем. Тогда я выбрал тренировки, выбрал тусовки с друзьями, какие-то стычки, мы ходили на драки, толпа на толпу, все было в рамках провинциального города. Мне тогда это было ближе, а опять-таки агрегором этому служило общество и атмосфера, которая там царила. Я сейчас спрошу по поводу этого, но перед этим вот твоя цитата из одного интервью. На протяжении всего моего творческого пути я стараюсь прививать в себе следующее качество. Я становлюсь губкой, губкой, которая впитывает в себя информацию, как воду. Вот как ты считаешь, сейчас в тебе больше мудрости или ума? Мудрости, я думаю, больше. Потому что развиваться, ну я вообще в принципе считаю, что нет каких-то границ, как в творчестве, так и в развитии. И можно посвящать этому достаточно большое колоссальное количество времени. Этому пример служат множество философов и дзен-буддистских высказываний в том числе. Очень много интересных личностей, которые по сей день продолжают развиваться и открывают для себя все новые грани человеческого ума и в принципе физиологии. Но мудрости во мне больше, потому что меня обучали этому мои близкие люди, мой дедушка в том числе, моя бабушка, мама. То есть они достаточно мудрые люди, потому что им пришлось через многое пройти. Теперь объясни мне, пожалуйста, вот как мальчик, который рос в плохой компании, я об этом тоже говорил, который в 15 лет нападал на людей. Нападал на людей. Ну это же правда. Ну не совсем нападал. Ну как не совсем? Руки ломал в драках. Были драки, да. И вы дрались по-жесткому? Ну дрались. Да. Чем старше становились, тем жестче были. Ну да, была некая агрессия. Это был некий способ самовыражения, потому что у меня на тот момент не было музыки, но она так близко со мной не соприкасалась. Ну то есть я поигрывал на гитаре, скажем так. Но в основном, да, все время я проводил все свое свободное время и вообще даже не свободное время. Любое время при провождении оно было вот в рамках вот таких вот вечеринок, тусовок. Да. Так вот, как ты пришел тогда к этой мудрости, о которой мы только что говорили? Я думаю, знаешь, не попробуешь, не узнаешь, как говорится. И в какой-то момент передо мной стал выбор. Или музыка, или я продолжаю вот дальше в таком ключе. Хотел сказать развиваться, но это не развитие. Проживать жизнь свою. Были моменты, да, когда на меня писали заявление. Были моменты, некоторые моменты, ну точнее это уже произошло, наверное, позже. Но вот в период, когда у меня еще есть дядя мой, который тоже меня очень многому научил. И достаточно мудрый человек. И в какой-то момент он мне сказал, что если ты, то есть... Во-первых, он всегда говорил, если чувствуешь угрозу, бей первым. А второй, он говорил, если ты будешь продолжать так часто, то твоя жизнь превратится просто в какую-то обыденность. То есть это может перерасти в нечто драматичное и грустное. Все может повернуться несколько иначе. И во сколько лет ты к этому пришел и осознал его слова? Ну как раз таки вот лет, наверное, в 16-17 я начал уделять больше времени музыке. И каждый день занимался. И играл на гитаре, постоянно что-то там репетировал, не встречался с друзьями. А вот кстати... Что послужило этому, да. Да, вот друзья из плохой компании, как к этому относились? Они очень плохо к этому относились. То есть меня презирали даже в какой-то момент. Меня считали слабаком, неудачником, тюфеком. Потому что, ну в принципе, я честно скажу, я даже когда пел в конкурсах, вот я участвовал в школе в конкурсах, я участвовал в конкурсах от медицинского колледжа, в котором я учился. Мне было постыдно рассказывать им о том, что я завтра еду на конкурс, потому что это было не в почете. В нашей тусовке это было не в почете. Все знали, что Тёма поет, и когда какая-то пьянка, он может достать гитару и поиграть, но не более. То есть если я, допустим, пел Timberlake или что-то такое, то это было неуважение. Тебя не понимали? Я обязательно должен был петь Петлюру, либо же... На белом-белом покрывале января Понимаешь, да? Что сейчас с этими людьми? Некоторые из них, к счастью, живут не в Украине. Я имею в виду, к счастью, не потому что у них не сложились обстоятельства развития их бизнеса или же развития в целом в рамках нашей страны. Просто им удалось переехать в другую страну, и они удачно... Кто-то завел семьи, кто-то занимается бизнесом, кто-то живет в Эквадоре там даже. Я с ними общаюсь. Они не такие же плохие. То есть они повзрослели. Но из них, наверное, человека три. То есть остальная часть компании... Это сколько? Ну, человек семь-восемь, наверное. Кто-то на реабилитации сейчас, кто-то... Какая-то часть из них умерла. Кто-то от наркотиков, кто-то сгорел просто дома после какой-то тусовки, засунул сигаретой и просто сгорел. Вот. И многие из них были талантливыми спортсменами. Многие из них были воспитаны в хороших семьях. У них было все. То есть тот момент, когда у меня не было ничего, у них были машины, внимание со стороны женского пола. И я... Ну, то есть это был... Кто-то из них был для меня прям примером для красивой жизни. Самым младшим в этой компании? Эээ... Я и еще один парень, да. Угу. Да. Объясни тогда. Вот все говорят, там, плохая компания. Ты очень часто в интервью говорил, там, плохая компания. Да, да. Что было плохого в этой компании? Слушай, ну, были моменты, когда мы там могли зависать в караоке, например. И... Ну, твоя любимая песня. Представляешь... Шатинский, 3 сентября? Да. Да. Мы пели 3 сентября. Угу. И... После этого какие-то ребята, в общем, попросили нас замолчать. Ну, просто... Ну, просто им не нравилось. Настолько не нравилось. И банальная... Банальная сцена, да, ситуация. Угу. Им не понравилось. И нас... Ну, я не помню, что у нас там... Не вся компания была, было человек 7, наверное. И их человек тоже, наверное, 7 было или 8. Они были постарше. И мы решили просто с ними подраться за то, что им не понравилось, что мы пели 3 сентября. То есть, вместо того, чтобы пообщаться. Агрессия проявлялась во всем. То есть, вплоть до того, что... Ну, как бы... Я внимал, потому что я был меньше, да. Угу. Я внимал и перенимал какие-то качества, то есть, на себя. Да. Вы грабили людей? Мы не грабили людей, нет. Но у меня была такая ситуация, когда ко мне стучались в ворота, я открывал двери в 2 часа ночи. И пацаны на велике привозили рельсу. Они украли рельсу и привезли. Говорят, Тёма, можно мы у тебя во дворе ее оставим? Угу. И таких ситуаций было очень много. Ну, то есть, нелепых, несуразных. Кто-то засыпал на улице зимой, там, возле памятников. Мы, там, забирали этих людей. Эээ... Очень часто, там, после драк, мы оставались друг у друга дома, чтобы не приходить домой, потому что вещи были грязные. Приходилось стирать, там, вручную, либо же в машинку, там, пока родители спят у кого-то в летней кухне. Эээ... Отстирывать эти вещи, просить другие вещи, потому что, если ты придешь грязный домой, то есть, ну, ты прям отхватишь по полной. Но при этом, смотри, плохая компания, но при этом ты сам говорил о том, что ты ни разу не пробовал тогда наркоту. Не пробовал, нет. Эээ... Ну, вы бухали? Мы бухали, да. Но без наркотиков? Без. А почему? Это же плохая компания. Смотри, я жил... Почему-то это было не принято в то время у нас. Ну, то есть, честно говоря... Это было когда? 2000? Ээээ... Ну, да. Да? Да. Ну, это вообще было не принято. То есть, допустим, когда я начал учиться в медучилище, это был уже третий там курс, и только на третьем курсе я узнал, то есть, что есть всякие вот эти аптечные, всякие штуки, которые употребляют ребята. То есть, я только о них узнал в тот момент. До этого момента я вообще не знал о существовании наркотиков, и даже там какие-то легкие наркотики, да, которые пробовали все, их в моей жизни не было. Пока я жил в Волчанске, то есть, я даже не знал о их существовании. То есть, просто банальные, обычные, знаешь, стандартные бонусы, бонусы. По поводу сейчас меда еще тоже поговорим. Оленька спрашивает, Оленька 144 спрашивает. Артем, хотел бы ты обладать силой управлять стихией, какая стихия это была бы? Мне кажется, наверное, я хотел бы управлять стихией огня, потому что во мне преобладает в большей степени, да, если мы будем говорить о чакрах, развитии чакр, например. Пускай я и родился, у меня знак зодиака рак, да, и многие по знакам зодиака судят и выбирают стихии, да. А ты в это веришь? Скорее всего, я, да. Ну, скажем так, нет, наверное, больше, больше нет, чем да. Я склонен верить в то, что, безусловно, существуют энергии, как бы, и они есть, и этого нельзя отрицать. Если разделять стихии на энергии, то я думаю, что вот я хотел бы управлять все-таки стихией огня. Вернемся уже к юношеству теперь. По поводу медика, по поводу меда. Ты там учился, ты был медиком. И вот что самое интересное, медики, по моему наблюдению, все циники. Насколько этот цинизм в тебе до сих пор остался? И был ли он вообще? Я думаю, не был, потому что я не медик. Мое стремление все-таки вот с момента, когда я начал уже учиться в колледже, я влюбился в музыку. То есть я начал посвящать намного больше времени музыке, полностью изменилось мое окружение. То есть я уже не общался с теми ребятами. И хотя это маленький город, нам все равно приходилось пересекаться. Но я полностью обесточил и отключил, вот обрезал все эти какие-то наши связующие пути, каналы. И мне захотелось развиваться в направлении музыки. У меня появилась тогда группа на тот момент. Я имел возможность репетировать вместе с ними. У меня была вторая часть дома, половина, где мы привозили туда барабаны. Пособирали по всем школам, по всем знакомым. И там репетировали каждый день. То есть у меня не было времени на тусовки. Но при этом ты учился? Но при этом я учился. На медика? Да, я учился на медика. Мои родители хотели, чтобы я был медик. И ты потом работал в реанимации? У меня не было возможности. Но ты же видел, подожди, но ты же видел все равно смерть, боль, страдания. И вот из-за этого цинизм вырабатывается. У меня дело в том, что эта черта присутствовала еще, наверное, с ранних лет. Ну то есть я не боялся крови. Когда умирали близкие, я почему-то не относился, ну не близкие мои, а дальние родственники. Потому что у моей бабушки, например, 10 братьев и сестер родных. Соответственно, у меня очень много родственников. Я достаточно холодно почему-то к этому относился. Возможно, потому что рядом со мной была мама, и она меня как-то умела направлять в эти моменты. И я переключался очень быстро. Поэтому, когда я уже пришел на практику, допустим, у меня был там случай, когда на втором курсе пошел в морг, потом ходил на третьем. И это достаточно, ну там, я думаю, был там раз пять или шесть. В морге? Да, я вызывался прям и был одним из первых, кто, собственно говоря, помогал. А какое ощущение, когда ты первый раз впервые зашел в морг? Ну, безусловно, ощущения странные, потому что ты видишь неподвижное тело. И это впервые, да, тебя немножко это мандражит. И ты входишь в состояние некого ступора. Но в какой-то момент переключаешь внимание на преподавателя, то бишь патологоанатома, который начинает очень интересно, завлекающе рассказывать всякие истории. У меня просто жена, тоже бывший медик, и она мне говорила о том, что вот патологоанатомы, в том числе они циники, он говорит, ест бутерброд с колбасой и в это время, извините, колупается во внутренности. Да, да, я на работе, когда работал, тоже видел разные штуки. Ну, когда ты приходишь работать, там, первые дни, пускай даже я был помощником анестезиолога, я работал только в операционных, но когда есть какой-то маленький мальчик, и вокруг все взрослые люди, конечно же, ты будешь помогать всем санитарам, ездить там, отвозить там всякие, не знаю, все, что хочешь, ты будешь делать, просто потому что ты юнга на этом корабле. Вот, и однажды я поехал, вот уже будучи работником реанимации, поехал в морг и, значит, заезжая с телом в морг вместе с санитарочкой, я увидел картину, когда два таких больших мужчины в халатах, окровавленных, каких-то грязных халатах, один, значит, в перчатке, даже будучи в перчатке, курил сигарету, а тут у него бутерброд был в руке, и рассказывал что-то второму, второй звонил по телефону еще параллельно, и это все вот было в этой спецодежде, где вокруг было очень много тел, и для них это, то есть для них это будненность, когда я задал вопрос, куда мы можем, собственно говоря, положить тело или оставить, там, давай, все, они относятся к этому очень, очень легко. Ты выше сказал о том, что только на третьем курсе меда, да, узнал о запрещенных препаратах, да? Да. А когда попробовал впервые, это было тоже во время работы медиком? Нет, я пробовал уже будучи в медучилище. То есть ты уже был медиком, образно говоря, да? Да, да, на третьем курсе, да, наверное, на третьем курсе. То есть врачу и в дальнейшем, да, когда ты уже работал, врачу легче достать такие препараты? Слушай, дело в том, что всем легче достать такие препараты. Ну, то есть это, как бы тебе правильно сказать, когда ты употребляешь какое-то большое количество спазмологетиков, например, либо же противоотхаркивающих препаратов, да, не могу в подробности... Не надо, спасибо. Ну, то есть есть определенные препараты, которые в момент принятия ты просто превышаешь дозировку и получаешь вот некое состояние. Абсолютно ужасное состояние, как по мне. Ну, то есть в этом нет ничего схожего даже и близко с алкоголем, например. Ну, то есть я, в принципе, я не люблю алкоголь вообще, мне не нравится состояние, в котором я пребываю. Я не так часто употребляю и по сей день. Сейчас вообще не пью уже последние, наверное, три месяца вообще даже и глотка. Но когда есть праздники какие-то, конечно, я могу поддержать, безусловно. И это даже не схоже. Ну, то есть это что-то, что-то просто, не знаю, нечто удручающее. Ну, то есть ты не чувствуешь эйфории абсолютно. То есть у тебя нет high-эффекта, знаешь, нет подъема. Ну, то есть ты в каком-то, не знаю, на биозе неком находишься. Ну, то есть я не могу даже передать словами, потому что это сложно. И я понимаю, почему это делали в тот момент, допустим, люди, которые учились вместе со мной в группе. Потому что не было ничего другого, да. Из развлечений, ты имеешь в виду? Да, из развлечений, да, конечно же, безусловно. Потому что очень маленький город, во-первых. Во-вторых, алкоголь уже стал никому не интересен, потому что, ну, то есть можно попробовать это. А когда ты учишься в медколледже, да, то есть каждый второй взрослый знает о том, что нужно соединить и что нужно совместить. То есть это не были запрещенные препараты. Например, те запрещенные препараты, с которыми я работал в реанимации. Вот ты имеешь в виду морфий? И к нему у них доступа не было. Да, морфий, гонг, в простонародье это называется бутерат. И очень много, очень много еще всяких. Ты тоже очень часто в интервью говоришь о том, что я хотел заниматься музыкой, все, мне эта медицина не нужна была. Я это делал ради мамы, которая хотела, чтобы я стал медиком и так далее. Окей, ты занялся музыкой, у тебя была своя группа. Да. Зачем тебе шоу-бизнес? Что ты имеешь в виду? Смотри, можно заниматься музыкой, но при этом не стремиться выйти на сцену на широкую аудиторию. Да, я понимаю о чем ты. Я говорил уже ранее о том, что я был очень амбициозным парнем. И даже в момент, когда у меня была группа, для группы из маленького города Волчанска, населением 10 тысяч человек, было очень престижно выступить на каком-нибудь фестивале в Харькове. И когда мы уже, будучи там, группой с двухлетним или трехлетним стажем, поехали выступать на фестивале, возвращаясь в Волчанск, младшее поколение, которое вырастало, оно уже вырастало на музыке этой группы. Это мы про какую группу сейчас говорим? Энджер называли. Энджер? Да. Но у вас там был такой конкретно жесткий рокеш. Да, я играл металл, да. Рок, металл. Но ведь рокеры, да, с амбициями это хорошо. Да. Но... Как я оказался... Я сейчас все объясню. Но тусовка шоу-бизнесовая... Я понимаю. Слушай, на тот момент я абсолютно не отдавал себе отчет в том, что я буду играть такую музыку, какую я играю сейчас. Ты был панком тогда, кстати? Это перерастет в нечто большее. Нет, я не был панком, я был... Ну, это сложно назвать панком. Я играл абсолютно другую музыку. То есть это был не панк-рок. Я был неформалом, наверное, вот это будет правильно назвать. То есть мы носили цепи, да, напульсники и так далее. Вот. Все хотели себе сделать татуировки, но на тот момент не могли себе это позволить, конечно же. И это хорошо. Я играл жесткую музыку, тяжелую музыку. Мы поехали в тур. Я работал тогда уже в реанимации. Вернувшись с тура, я понял, что я заработал денег больше, чем за полгода. За сколько? Моей работы в реанимации. Ну, то есть я получал 800 гривен в месяц. Я приехал, ну, я не помню, там, тысяча шесть, наверное, я привез. То есть это было очень много на то время. С фестивалем. Это был тур, большой тур. И на то время это было достаточно много. Я снимал квартиру за 400 гривен. Ну, то есть мне было прям вообще предостаточно. И я осознал то, что все-таки все не так плохо. И мое окружение, которое мне рассказывало о том, что у тебя ничего не получится и нет никакого будущего музыки, иди работай, оно ошибалось. Угу. Я в какой-то момент начал двигаться в направлении того, чтобы… В общем, я хотел сделать так, чтобы меня уволили, потому что я не мог сам уволиться. Ты был плохишем. Да, я был плохишем. Я опаздывал, я засыпал в реанимации. То есть, ну, этому, опять-таки, способствовали еще другие, как бы, моменты. Какие? Я выпивал просто вместе с врачами. Ну, ты спецом это делал? Или просто, ну, для того, чтобы потом заснуть в реанимации? Или просто… Нет, ну… Вы бухали просто, потому что… Это принято, да. Я держал марку. Угу. Да. Угу. Поэтому, ну, то есть, там, в принципе… Ну, выборание было, наверное, так. Это как с компанией, знаешь, в мои, там, 13-14 лет, когда ты понимаешь, что если ты сейчас не выпьешь, тебя не будут уважать. Угу. Вот. И… Ну, то есть, это… Это было норма, в общем, скажем так. Я осознал, что музыкой можно зарабатывать. На тот момент у меня появились амбиции, я начал продвигать свой акустический проект, начал уже писать сам песни. Угу. Не только в коллаборации с кем-то, но и начал сам создавать свою музыку. Хотя я писал песни достаточно давно, наверное, начиная, наверное, лет с 13-12. Были какие-то просмотры, какие-то даже были концертики, корпоративы. Это очень популярно. На то время было в Харькове, квартирники, и очень многие артисты выступали в таком амплуа, да, в таком направлении. Я попробовал написать песню для другого артиста. Ну, то есть, в моей попытке я осознал то, что если я хочу двигаться дальше, мне нужно заработать на музыке. Как заработать? Наверное, нужно написать кому-то песню. Угу. Я был настырным, наглым, писал всем. От Ани Седоковой, там, заканчивая... Ани Седоковой. Киркоровым. Угу. То есть я писал всем. Конечно же, мне никто не отвечал. Потому что у меня не было ни бэкграунда, ни, конечно же, какого-то музыкального скилла. Потому что песни, которые я отправлял, были просто под гитару. Угу. Это уже со временем я осознал то, что, когда я ушел с работы, я осознал то, что для того, чтобы продать песню, нужно написать ее полноценно. То есть начать писать аранжировки. Я углубился тоже, там, будучи, там, после того, как я ушел с работы, через несколько лет я прокачался. А как ты подавлял вот этого рокера в себе? Ты жесткий рокер, и тут ты начинаешь писать для, ну, типа, демки для Филиппа Киркорова? Это, ну, то есть я перескочил, но суть в том, что в тот момент, когда я уже пел вот в крайней группе, да, в этом направлении, я осознавал, даже будучи уже в этом направлении, я все равно приносил нотки поп-музыки в эту музыку. И в группе Dance Party Dance Dance это был один из самых популярных поскачиваемых альбомов. В 2012 году мы его выпустили, то есть 8 лет назад. И я увидел очень большой бум и в спецкомментариях в соцсетях, и об этом говорили и ребята мне, и я сам осознавал то, что это было на голову выше тех альбомов, которые они выпускали до этого. Я правильно понимаю, что запах успеха? Да. Ты пошел именно на этот запах успеха? Да, я осознал то, что можно быть в балансе и вот этой вот эклектики смешания стилей, создавать нечто новое, что будет нравиться людям. То есть даже в момент, когда мы играли экспериментальную тяжелую музыку, я умудрялся туда внедрять нотки, опять же мелодические нотки, и даже в какой-то степени иронично мы писали смешные всякие тексты. Эй, девчонка! Ну то есть это был фан, полный фан. И это сработало. Я не понимаю почему, но это сработало. То есть я объединил свою любовь к поп-музыке и любовь к тяжелой музыке, и в этой синергии произошло нечто новое, нечто свежее. То есть появился новый стиль. Вот, кстати, еще один гугл-запрос. Это Артем Пивоваров песни. Смотри, ты часто говоришь об этом, и тебе приписывают новый жанр музыки. Как он называется? New Wave. New Wave, да. Но по большому счету для обывателя это попса. Согласен с этим? Ну, это не попса, я не согласен, потому что есть попса и есть... Рокер заговорил сейчас. Нет, есть попса и есть поп-музыка. Это не рокер заговорил. Это... А в чем она отличается? Она отличается качественным материалом, наполнением, текстами, подачей. Что качественное? Поп-музыка или попса? Поп-музыка, конечно же, качественная. Ну смотри, есть разница, например, давай сравним с западом. Есть разница между Timberlake и Carty B? Угу. Есть разница? Ну, естественно. Или Никки Минаж, например, и... Бруно Марс. Есть разница между Бруно Марс и Никки Минаж? Смотри, если брать глубоко, наверное, да, конечно, есть. А я говорю о... Конечно же... Я говорю о... Оболочке? О массе людей. О общей массе людей, которые слушают эту музыку. Для них это попса. Окей, хорошо. Да. Тебя это не обижает или обижает? Абсолютно не обижает. Конечно же, нет. Я к этому осознанно пришел, и я объясню, почему я ушел из рок-музыки. Потому что это очень узконаправленный жанр. Конкретно, если говорить о металл-сцене, в которой я развивался, в какой-то момент, а потому что музыку я даже сам писал музыку в те моменты, и на гитаре в том числе, и создавал аранжировки уже. Я понял, что для того, чтобы развиваться, нужно научиться писать аранжировки в другом направлении. В направлении электронной музыки и поп-музыки. И я осознал, что это не так просто. То есть, если каждый металл-артист, металл-хэт, который думает, что делать поп-музыку — это просто, скорее всего, он находится на вот таком вот уровне развития. Потому что многие гениальные саунд-продюсеры и музыканты, которые пришли из металла в поп-музыку, сейчас находятся на вершине. Макс Мартин — это человек от шведов и вся его тусовка, шведская мафия, которые написали альбомы «Арианне Гранде», «Уикенд», очень много артистов. В том числе и Абба. Некоторые из них авторы были родоначальниками, точнее, не родоначальниками. Они начинали с того, что играли рок-музыку. Рик Рубин — это человек, который работал с множествами артистов, и Kanye West, и по-прежнему работает с артистами из рок-индустрии. Но, тем не менее, он написал очень множество классных работ, создал вместе с ними на поп-рынок. Поэтому для меня поп-музыка — это просто неограниченный пласт возможностей. В какой-то момент я осознал, что можно лепить вообще любой стиль, можно мешать и добавлять, привносить что-то новое. Это квинтэссенция всех-всех жанров. А в песне сейчас, в нынешний период, важнее текст или мелодия, так называемый хук, который запомнят? Слушай, я думаю, что в нынешнее время, к сожалению, лирическая составляющая, точнее, текстовая составляющая, она не так важна. Потому что люди все-таки цепляются конкретно за какие-то мелодические ходы и за хуки. Я очень люблю музыку со смыслом. И я слушаю, в принципе, исполнителей глубоких. Но в том числе мне нравится музыка, которая просто преподносит меня и создает некое настроение, радость или просто веселье. Я тебе задаю вопрос, ты мне врешь. Как твоя настоящая фамилия? Зармонбеков. Тебе нравится играть на нервах? Да. Скрываешь какой-то факт из своей биографии? Нет. Какая главная проблема в украинском шоу-бизнесе? Надо соврать. Надо соврать? Все дружелюбные. Кто твой главный конкурент на украинской сцене? Павло Зибров? С кем из известных девушек ты бы пошел на свидание? Надо соврать. Ого. Соврать прям надо. Забыл. Она участвовала в голосе. Зианджа? Да. Почему мы думаем об одном и том же человеке? Так. Каким одним словом ты можешь закадрить малышку? Иди домой. Какая на вкус серая из уха? Что, прям врать надо, да? Ну можешь правду сказать? Ну вот, можешь правду лучше сказать. Никакая. Как реагируешь, когда слышишь плохие комментарии по поводу своих песен? Еду бить лица. Считаешь ли ты себя талантливым человеком? Нет. А звездой? Нет. Хотел бы поехать на Евровидение от Украины? Нет. Елена ВЛД спрашивает. Какими качествами сегодня должен обладать артист, принимая во внимание стремительное развитие новейших технологий? Вот, ведь не только в таланте дело. Не только в правильном написании мелодии. Да, конечно. А еще в чем? Удача очень сильно играет роль. Удача в чем? Вот ты задал самый первый вопрос, когда ты задавал из Google запроса. Артем Пивоваров, кто это? Очень многие люди знают мои песни, но не знают, как я выгляжу. Я вчера был на тренировке, вот прям вот, знаешь, вот ситуация за вчера. Я был на тренировке, и рядом занималась группа детей на Люкс ФМ. Я не вру, это как бы там очень часто играет Люкс ФМ. Правда, сейчас это я не подлизываюсь. Рассказываю, как есть. Заиграл дежавю. И тренер, который был там, улыбнулся, то есть тренер меня знает, говорит, знаете, кто это поет? И дети все хором ответили, да, это Пивоваров. Я рядом стоял и бил лапы с тренером. А он говорит, он здесь. И только потом они увидели и поняли, что это я. Как ты думаешь, почему люди не знают, как ты выглядишь? И нужно ли тебе это визуальное восприятие? По-прежнему задаюсь этим вопросом. Я играю и исполняю и создаю поп-музыку. От слова популярный, да, конечно же, я стремлюсь к популярности. Я хочу, чтобы моя музыка развивалась и не имела границ. Это нужно как минимум потому, чтобы расширять свою географию и создавать новые проекты, глобальные проекты в том числе. Потому что мои идеи безграничны. И они не останавливаются только вот в рамках этого проекта конкретно. А чего не хватает тогда в узнаваемости? Мне кажется, что, знаешь, удача и упорство, когда ты бьешь в одну и ту же точку постоянно, это приводит тебя к успеху. Подожди, успех, ты правильно говоришь. То есть смотри, например, я считаю, что, например, та же песня «Дежавю» — это реальный успех. И вот ты бил эту точку, ты добил ее. А популярность и узнаваемость визуальная — это другая составляющая артиста. Это пиар, это правильное участие в разных телевизионных шоу и так далее. В том числе ты мог бы пойти на танцы со звездами? — Да. — И благодаря этому получить узнаваемость визуальную? — Да. — А почему это… — Потому что я отказываюсь от этого. — Почему? — Я не отказываюсь от этого. — Ты не отказываешься. — Я готов. — Тебя не зовут. Понимаешь, есть некий альянс, некая каста людей в каждой индустрии, она существует, которая выбирает, а это уже субъективное мнение, на свой вкус и цвет персонажа, с которым им интересно будет сотрудничать и взаимодействовать. — Наверное, до сегодняшнего дня я не был так на слуху, и об этом опять говорит твое предложение, что я только сегодня здесь оказался у тебя, правильно? — Я, хотя у меня уже было достаточно очень много громких песен, в том числе «Кислород» и «Моя ночь», но я не был на слуху, потому что я создавал музыку и, наверное, не так активно занимался развитием и пиаром в том числе. Хотя я достаточно давно работаю в этом направлении. Но, видимо, есть какие-то инструменты и пути, которые мне еще не изведаны и которые мне предстоит еще узнать. — Подожди, ты говоришь сейчас про «Альянс», то есть ты уже знаешь о том, что есть пул артистов для каждого канала, которых приглашают на все шоу и так далее. — А что значит «я знаю»? — Ну ты только что об этом сказал. — Кто-то их не знает? — Ну я думаю, что зрители вряд ли знают об этом. — Почему? Ну потому что они не настолько глубоко там в этой сфере, они видят поверхность, и они… — Мы же видим каждый раз, каждый новый эфир, каждый Новый год, мы видим определенный пул артистов, которые выступают. И за, наверное, последние пять лет, да, может меньше чуть-чуть, да, глобально, по твоему мнению, мне кажется, тоже этот состав не изменялся. — Но ты же можешь приехать, например, на один из каналов, где тоже есть единичка, да, и можешь, например, сказать «Ребята, смотрите, у меня там клип собрал уже десять лямов». — С удовольствием. — Посмотрите, как люди принимают. — Если брать в общей сложности, то уже почти двадцать. — Вот. Давайте самому предложить себя для начала. — Да, и я сейчас… — Как это делать, например… — Я понимаю. — Ты же знаешь, например, что на «Танцах со звездами» очень много, я уверен, что ты знаешь об этом, очень много звезд или популярных людей пришли туда за пиаром. Они сами попросились туда, они там танцевали даже в том числе без гонорара для того, чтобы получить вот эту узнаваемость. — Угу. — То есть почему ты этого не делал? Это гордость? — Нет, это не гордость. Я хочу быть не тем артистом, который среди тех артистов. Я хочу быть артистом, которого очень будет сложно заменить. — Заменить? — И заменить, да, и превзойти. Ну то есть мне нужна моя ниша в любом случае, как и каждому артисту. И в этом направлении я двигаюсь. То есть я могу с полной уверенностью сказать, я достаточно сдержан очень часто в каких-то высказываниях, потому что не позволяют мне мое воспитание в том числе. В принципе, я достаточно глубоко с уважением отношусь вообще к нашей индустрии. И я считаю, что наш украинский шоу-бизнес развивается очень стремительно. Но я могу с полной уверенностью заявить о том, что если в будущем будет какой-то фестиваль, либо же сцена, давайте гипотетически представим, будет сцена, на которой могут собраться все самые топовые артисты, самые мощные артисты, которых может представить Украина. Допустим, это будет какой-то межгалактический слет. — Предположим. — И запросы из космоса нам дадут и скажут, покажите нам из Украины, потому что в Украине самая качественная музыка, так или иначе, на просторах СНГ точно. СНГ, кто может выступить на межгалактическом масштабе? Покажите нам главный пул ваших артистов, где будет независимое количество жюри или же просто людей, меломанов, которые будут слушать музыку в равных условиях любого артиста. Я не буду уступать никому ни в энергетическом плане, ни в профессиональном плане. — Подожди, ты слишком ушел в гипотетические вещи. — Окей, здесь и сейчас, хорошо. Есть такая площадка? — Какая площадка? — Ну, например, на которой? — А зачем? Ты живешь здесь и сейчас. — Да, да. — Пойди и скажи, ребята, я готов. Мне нужен пиар. Мне нужна узнаваемость. Да? Ты же об этом сам говорил. — Да, да, да. — Мне нужна узнаваемость. Я готов. — Ты думаешь, все так просто, да? — Ну, 50% дела однозначно. — Да. — А что непростого? — Хорошо, я тогда последую твоему совету. — А? — Я последую твоему совету. Хорошо. — То есть в следующем году ты предложишь свою кандидатуру на таксосознение? — Пойду и скажу. Я сейчас отсюда выйду и пойду и буду участвовать. — Но ты сейчас организируешь по большому счету. — Нет, на самом деле мне было бы интересно попробовать себя. Но я говорю о глобальных вещах. Я говорю не только об участии, допустим, в том или ином проекте. Я говорю, в принципе… — Ну, глобально тут понятно. — О том, чтобы выйти, да? — Это понятно. Но надо же начинать не с глобального сразу, а надо начинать по чуть-чуть, по ступенькам подниматься к этому решению. — Ну, мне кажется, я к этому иду. Я делаю все для того, чтобы это произошло. То есть моя музыка говорит за меня мое поведение, мое взаимодействие с людьми. — Но при этом люди не узнают. — Да, потому что есть определенные моменты. Опять-таки, если говорить конкретно в рамках индустрии, скорее всего, да, активность на просторах интернета и так далее у нас очень большая. И фан-база с каждым разом расширяется. Просто, видимо, если говорить о популяризации, глобальной популяризации, да, то пока еще я нахожусь не на том уровне, на котором мне хотелось бы находиться. — У тебя есть план этой популяризации? Лично у тебя? Ты понимаешь, что надо делать? — Я понимаю, в принципе, какие инструменты и какие усилия нужно приложить, использовать для того, чтобы к этому прийти. Ну, то есть в любом случае мне придется не только своим поведением, да, на сцене, то, о чем я говорил, и подачей и музыкальным материалом маячить, да, и показывать, проявлять себя. Но и в том числе нужно находить какие-то коммуникации и коннекты с вышестоящими людьми. — А ты легок к договорникам? — В принципе, да. Да, если говорить о сотрудничестве, например, с брендами и прочими, мы всегда находим общий язык. Просто я, видимо, да, возможно, мне в какой-то момент гордость не позволялась, знаешь, то есть я могу это признать. Скорее всего, да, потому что я был уверен, что если ты делаешь, до какого-то момента был уверен, наверное, вот в этом году, за двадцатый год, очень много пришло мыслей и вообще, в принципе, планета, да, очищалась, и очищалось мое сознание в том числе и сознание многих творческих людей. Мне показались некоторые вещи абсолютно с другой стороны. Я понял, что нужно не ждать того, что тебя заметят, даже несмотря на то, что ты делаешь, по моему мнению, и по мнению людей, которые нас поддерживают, ходят на наши концерты, на качественную музыку, нужно себя предлагать. То есть я с тобой согласен, но есть еще определенные факторы, опять-таки, о которых мы тоже с тобой знаем, и их тоже нужно учитывать. Но я не боюсь, ну то есть у меня нет стеснения или же там вероятность доли сомнения, что мне откажут или еще что-то произойдет. Нет. Ну то есть я в любом случае пришел сюда, и я уже занял свою нишу, я занял свое место. То есть только вопрос времени. ОТМТМ спрашивает. Как познакомился с Киркоровым, сколько Филипп заплатил за песню? Нас познакомили. Я не встречался с ним. Мы знакомы в онлайн. Первая же песня, которую я написал. Ну то есть есть случаи, когда я пишу для других артистов и, допустим, попадаю не с первого раза. То это было стопроцентное попадание. Ты специально для него написал эту песню? Да, мне понадобилось полчаса для того, чтобы написать эту песню. Я отправил ему эту песню. Он был в восторге. Мы очень много переписывали, сообщались. Он поставил на эту песню, сказал, что это будет хит. И, в принципе, я его познакомил и с ребятами, и с нашей командой. Ну то есть, в принципе, кто делал ему видеоработу. Я был уверен, что это его история. Я даже не сомневался в том, что ему это может не подойти или не понравится. Ну то есть настолько все четко высчитано и выверено было. Это были схожие мотивы и мелодии. И я рад, что он очень смелый. И, в принципе, в высказываниях он очень лестно отзывался. И это тот человек, который следит за всем шоу-бизнесом. Я был удивлен. Один раз мне пришла смс-ка. Он написал, слушай, какой у тебя крутой номер на Мисс Украина был. Когда у тебя есть время? Вот действительно, когда у человека такой величины есть время на то, чтобы следить еще за другими артистами? Молодыми артистами хорошо. Не артистами из твоего пула и поля зрения. Это восторг. Многие говорят, я не раз слышал, что Филипп особо не платит за песни. Как в вашем случае? Платит. А сколько это стоило? У нас, я считаю, что это самая идеальная сделка, в принципе, была за все время работы с артистами. Он очень благодарный человек. Сколько? Я не скажу. Почему? Потому что не хочу говорить. А ты стесняешься говорить о деньгах? Нет, я не стесняюсь говорить о деньгах. Почему я стесняюсь? Хорошо. Самая прибыльная песня, ты хочешь сказать, я могу тебе назвать сумму. В принципе, вот каждая прибыльная песня, максимальный хайк, когда мы делаем полностью песню под ключ, это в районе 15-17 тысяч. Угу. Угу. Есть суммы. Угу. Есть суммы по мечу. Слова, музыка, сведения и так далее. Да. То есть, это максимально, сколько стоит? Да. То есть, я приблизительно понимаю, что… Это те суммы, за которые мы неоднократно продавали песни, да. Угу. Я понимаю, что, так как это Киркоров, да, в том числе и тебе это интересно было, это в среднем, ну, там, 5-7. Угу. Ты сводил песню тоже? Нет, мы не сводили. А, то есть, ты просто продавал слова и музыку? Угу. Угу. Я являюсь автором этой песни. Угу. Угу. Полностью. Ты еще и получаешь royalty с этой? Полностью. Ройлти получилась? А как так получилось? Ну, очень хороший человек, Филипп Бедросович. Я еще раз повторюсь. Угу. А самая успешная твоя песня, которую ты написал другому артисту? Другому артисту? На данный момент… Я думаю, самая успешная, в принципе, коллаборация на данный момент с Димой Биланом. Мы тоже с ним не знакомы лично, но мы очень часто переписываемся и по фейстайму созваниваемся. Он очень близок мне по духу. Он мудрый, умный, энергичный, искренний, что немаловажно. С ним интересно общаться. Мы можем, не знаю, часами даже просто общаться, созваниваться на какие-то общие темы. Наше сотрудничество, я считаю, самым успешным. Мы сейчас уже ему пятую песню, мне кажется, по счету уже будем писать. И он доволен, потому что каждая наша новая песня в сотрудничестве с ним – это следующий сингл. Ты не считаешь, что популярность того же Билана слегка угасла? – Мне сложно оценивать. – А его вытеснили молодые артисты? – Например? – Ну, очень много разных, и Арктики, и Асти в том числе. – Они не молодые артисты? – Ну, назовем, они моложе и меньше на сцене, чем он. И он потерялся, не смог сейчас найти ту фишку, с которой он будет продолжать дальше работать. То есть если Киркоров, да, он выходит на хайпе, и он на слуху, то Билан, там, Лазарев, они как-то вот остались там же. – Билан больше музыкант, он больше музыкант, он очень творческий. И мало того, у него невероятно колоссальные вокальные данные. То есть это меня действительно будоражит искренне, эмоционально. Я когда слушаю, как он поет, допустим, не свои композиции, а какие-то. Он вообще оперный, эстрадный певец. Поэтому я думаю, что вопрос времени. Мне он ищет себя. Это сейчас достаточно сложный для него период. Но что он был суперзвездой, Евровидение, очень большое количество концертов, гастролей. – Ну, и сейчас про него забывают. – Да, но он находится… Нет, сейчас, я думаю, он находится в поиске. Я не могу сказать, что его забывают. У него достаточно немалое количество концертов, и он постоянно находится в коллаборациях с кем-то, снимает какие-то видео. Ну, то есть его немало. – Ну, Басков с Киркоровым больше сейчас на хайпе и на пике, чем… – Да, но они выбрали, прям, знаешь, они выбрали вот путь максимально ироничный. Ну, то есть они используют эти все ресурсы на максимум. Билан пробовал себя в таком амплуа, но я думаю, что он не смог себе позволить дальше развиваться в этом направлении, только потому что он музыкант. – Анка Миссис спрашивает. Что важнее, делать музыку, которая нравится самому, или которая нравится всем? – Хм, я думаю, для меня важнее делать музыку, которая нравится самому. – Ну, ты же понимаешь, что эта песня может, или музыка, может не подойти под это жгучее слово «формат». – А что такое формат сейчас в понимании вообще 21 века? Мне кажется, его сейчас не существует. Хип-хоп выходит на один уровень с популярной музыкой сейчас. То есть раньше казалось это просто… Что? Как это? Насколько это возможно? Сейчас хип-хоп – это поп-музыка, правда же. И таких суждений, я думаю, не только с моей стороны можно услышать такие суждения. И в мире, в принципе, эта тенденция зародилась достаточно недавно, но тем не менее. Очень большое количество хип-хоп артистов набирают колоссальные миллионы просмотров. Больше, чем Леди Гага, допустим, даже в свое время, в соотношении. Поэтому как раз-таки благодаря этому они стали популярными, благодаря тому, что они делали музыку, которая нравится им. И очень важно не потерять и удержать вот эту присущую какую-то индивидуальность. Потому что «Дежавю» год назад, когда я написал песню, я рассылал ее на радиостанции знакомым. Мне сказали, «Тема, нет, ты че?» Знаешь, что, кстати… Моя ночь была круче, все говорили. Да, но украинская версия «Дежавю» лучше зашла, чем русская. Ну вот это по всем исследованиям. Например? Ну, по знакомым ты его скажешь? Нет, не только. Просто ездишь тесты у радиостанции, и украиноязычная версия лучше зашла, чем русская. Слушай, дело в том, что… Ее даже, кстати, как-то воспринимаешь более гармонично. Я не разделяю. Многие думают, что я пишу две версии только потому, чтобы вот на тот момент… Я даже могу найти видео, если будет интересно, могу отправить его вам, где я, будучи в моменте создания «Дежавю», параллельно сразу писал текст на украинском языке. И каждая песня, которая выходит на украинском, либо же на русском… Ну, то есть вот эти два сплита, да, две версии, которые я выпускаю, они всегда пишутся одновременно на двух языках. Так было и с «Моя ночь», и с «Моя ничь». Ну, то есть мне комфортно так создавать, мне интересно. Я хочу сейчас писать «Дежавю» на французском языке только потому, что мне это интересно. Мы выпустили буквально недавно видео посвященное тому, что мы набрали 10 миллионов, да. И выпустили видео. Я записал на французском припев. Очень много, большое количество комментариев на YouTube. Люди пишут из Франции, люди пишут о том, что «Слушай, чувак, у тебя нет акцента, нам очень нравится». Потому что я переводил в Google Translate. То есть ты просто переводил и всё? А, откуда я знаю… А я думал, откуда ты знаешь про… Нет, 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 французский язык. Нет, я нанял преподавателя. Угу. И мне помогли… То есть вместе с ней я написал текст. Я перевёл практически дословно… Это специально для того, чтобы перевести на французский язык, ты нанял преподавателя? Я нанял преподавателя, да, для того, чтобы записать видео, посвящённое 10 миллионам… Он более милозвучный, у нём очень много гласных. Украинские сродни итальянскому. Ну, то есть по созвучности это… Нас не зря называют певучей краиной, народом. Потому что это в нашем древе, в наших корнях. И, видимо, поэтому это так звучит. Даша Блеер спрашивает. С какими людьми интереснее всего работать в качестве саунд-продюсера? С людьми, которые отдают себе отчёт в том, что они хотят делать. Музыку. Точнее, когда они приносят материал, допустим. И потому что есть случаи, когда я работаю с некоторыми артистами не под ключ. То есть есть артисты, которые приносят песню, и я помогаю им реализовать эту идею. И что-то убрать, допустим, куплет убрать, написать новый. Либо же припев не нравится, давайте переделаем. Люди, которые чётко отдают себе отчёт в том, что они хотят делать. Что они хотят нести в массы. И какой стиль музыки хотят они делать. Это очень важно. И люди, которые доверяют нам. Потому что было, скажем так, немало случаев, когда человек очень сильно хотел со мной познакомиться. Названивал мне, писал. И говорил о том, что мне очень сильно нравится твой стиль. Я хочу, чтобы ты сделал так, как ты видишь. И как только ты получаешь предоплату, ты начинаешь задумываться о том, чтобы вернуть её обратно. Потому что от тебя там не остаётся ничего. А предоплата это обязательно? Да. То есть у тебя, слушаю, у тебя уже реально как завод, конвейер. Да, мы расширяемся. Я ищу, я в поиске новых талантов, новых единомышленников, музыкальных творцов. Сейчас мы хотим создать большой продакшн. Для того, чтобы в будущем работать с новыми молодыми артистами. Для того, чтобы продюсировать. Это же уже коммерция, это же уже не творчество. Мне кажется, что в нашем мире, здесь и сейчас, если говорить, мы сегодня с тобой всё чаще и чаще об этом говорим, очень мало какой-то... Ну, то есть я стараюсь смотреть глобально. То есть я вижу все углы творчества. И для того, чтобы заниматься творчеством, должна быть свобода. Свобода — это когда ты можешь позволить себе всё. В том числе и деньги входят в критерии свободы. И коммерция тоже входит. Занимался сексом втроём? Прикинь, сломалась, не могу её поднять. Поэтому не было. Ты там сломал табличку? Сломалась табличка. Хорошо. Играл в ролевые игры? Что-то всё падает у тебя время слов про секс. А использовал в постели стоп-слово? Нет. Выходил под шофе на сцену? Нет. У тебя был роман с замужней девушкой? Был отвратительный секс? Ходил без маски в магазины? Следил за тем, кто смотрит твои истории? Сидел в Тиндере? Плакал под свои песни? Я даже плачу в момент создания песни. Была у тебя безответная любовь? Ходил на важные встречи без белья? Нижнего? Нет. Отвечаешь директ фанаткам? Было в твоей жизни выступление, за которое тебе стыдно? Наверное, было, да. Ещё один гугл-запрос. Артём Пивоваров, личное. А. Гаврилеева спрашивает. Какое самое лучшее тёплое воспоминание из детства? Да сложно сказать. Но есть момент, я помню, был очень забавный, когда у меня был выпускной в садике, и я с парнями бегал, играл на улице, и мне палкой прилетело в висок. Очень тёплое воспоминание. Да, но слушай, я в тот момент выступал в садике, и я помню, что каждый человек, моя мама в том числе, преподаватели, воспитатели, все, кто были там, с таким умилением на меня смотрели. Каждый подходил и вытирал мне висок, понимаешь? То есть это было настолько мило. Я тогда получил колоссальную долю внимания, и, наверное, с того момента мне захотелось быть артистом, потому что я понял, что когда на тебе большое количество глаз сфокусировано, люди видят в тебе эпицентр энергии, это очень приятно. Насколько ты близок с мамой? Достаточно близок, но в какой-то момент нам было тяжело очень с ней. Почему? Потому что я был неуправляем. И был момент в моей жизни, когда я выпал просто на пару лет. Вот как раз-таки это был момент, когда я ушел с работы, решил, что я сейчас буду зарабатывать музыкой. И тогда умер дедушка. И все, и я на два года выпал, я ничего не писал вообще. То есть сейчас это кажется невозможным. На тот момент я просто жил, тусил, висел и вообще ничего не делал. Ни одной песни, ни одной демки нет за то время. У тебя после смерти дедушки была депрессия? Ну, наверное, это так называется, да. Да, да. А это как раз депрессии связано с тем, что вы с мамой не общались? Да, я вообще, ну, то есть я не хотел ничего. А как потом выйти из этого? Слушай, от меня, ну, вот просто оторвались, знаешь, кусочек, просто кусочек меня. И я в какой-то момент понял, что я ничего не знаю, я ничего не умею. Все, что я делаю, это никому не нужно. И мысли, то есть там суицидальные мысли, знаешь, посещали очень часто. Я был поникшим. Угу. 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 Он учил меня играть в футбол, он учил меня, ну, то есть действительно, когда я находился с ним и оставался с ним, я чувствовал себя защищенным. Эээ, мне хотелось что-то делать, творить. Он, ну, вот он единственный, кто верил, наверное, в меня. Очень сильно. По поводу отца. Ты с кем-то, когда уже был во взрослой жизни и стал взрослым, ты с кем-то обсуждал это именно по-взрослому? По поводу отца нет. Почему? Даже с тем же дедушкой? На самом деле, в какой-то период я осознал, что на мне это не так сильно отразилось, когда я уже повзрослел, как отразилась смерть дедушки. То есть, наверное, уход отца меня сделал… Ну, то есть, наверное, я в какой-то момент, когда уже вырос, осознал, что я намного лучше и сильнее был взрослым и привиты во мне были все нужные качества мне, вот благодаря людям, которые были рядом со мной. Может быть, как раз, я просто вернусь сейчас к началу нашего разговора. Вот эти драки, вот это доказывание, да, и что ли, выбивание в люди, да, таким образом, это и было доказательство отцу, что я и без тебя могу? Не ему, ни в коем случае не ему, потому что я отпустил это очень давно. На самом деле, было время в детстве, вот еще на первый, второй, третий класс, когда, конечно же, я видел всех сверстников своих, как их забирали отцы, как им там дарили велосипеды и так далее, и так далее. У меня это все было, только было чуть-чуть позже, но с дедом. То есть, все то же самое у меня было. И мне не нужно было доказывать. А почему чуть позже? Ну, потому что этот дедушка появился в моей жизни позже. Ну, там, когда мне было… Я не помню, я, наверное, был… Вот как раз он появился, наверное, лет в одиннадцать, в двенадцать, да. Именно тогда, когда ты нуждался в мужском общении? Да, да. Вот в тот момент, когда уже мне хотелось, да, когда я приходил со сломанными пальцами, вот в тот момент, когда я уже был в самом разгаре, как бы, всех вот этих событий уличных, да. И он смог тебя… Он смог меня направить, да. Он смог… Знаешь, что самое удивительное? Он никогда меня не бил. То есть, он умел… Мы умели договариваться с ним. А как правильно договориться с ребенком? Я не знаю. Он был… У него такая харизма была крутая. Ну, то есть, там, в то время, как, там, не знаю, родители заставляли, я помню… Ну, то есть, я с детства очень сильно любил животных. Я уже, будучи, там, не знаю, в тринадцать, в четырнадцать лет, в пятнадцать уже, там, с родителями сражался, отказывался от мяса. Хотя, ну, как это? Ты чё? Ты должен, ты обязан. Это я сейчас… Я же котлетку. Себе не позволили, да, семь лет кушать мясо. Угу. И я видел, как обращались родители, там, да, ну, отцы дедушки со своими, там, сыновьями, с детьми. И как обращался со мной дед. То есть, это была очень большая разница. То есть, он… Он умел всегда находить ко мне подход. Допустим, там, нужно было… Почему я вспомнил про животных? Нужно было… Ну, то есть, в какой-то момент, там, мы готовились к Новому году. И он говорит, а давай сейчас пойдём петуха зарубаем. Ну, я думаю, пошли. Я не смог. И он не кричал на меня. Он просто сказал, ну, всё тогда, отвернись, пойди. То есть, он не начал говорить мне, что ты слабак, ты чё, не мужик, ты не можешь. И вот он всегда только через любовь проявлял ко мне. Вот, своё внимание, свою заботу. Он… Он умел всё, ты знаешь, умел найти общий язык со всеми. Но при этом я неоднократно видел, как дед дрался. Он был человеком чести. И этому, в принципе, я тоже от него и научился. То есть, он был ростом, как я. Но давал влиться людям повыше него, там, на две-три головы. Это меня восхищало. Мой дед, когда умирал, мне бабушка рассказывала. Он смотрел телевизор, и он видел меня там. То есть, он звал бабушку. И каждый раз, ну, прям кричал, знаешь, там, где бы ни находились родители, он кричал, что меня показывают по телеку. Хотя на тот момент… Ну, то есть, он знал, что я играю на гитаре. У меня были какие-то проекты, там, он видел это всё в интернете. То есть, я не могу сказать, что моя мама и бабушка не верили в меня. Просто, они отдавали себе отчёт о том, что, ну, когда ты просто маленький человек из маленького города, шансы выбиться, ну, очень сильно малы. Особенно, когда твои близкие друзья умирают или спиваются. Они хотели всегда, и верили в меня, и хотели лучшего для меня. Поэтому моя мама была уверена в том, что мне нужна работа, и она делала всё для того, чтобы мне помочь. Ну, то есть, у неё медсестры зарплата на то время была, может, на 200-300 гривен больше, чем у меня в реанимации. Бабушка на пенсии. То есть, дед работал охранником. То есть, там, общий бюджет, может, составлял тысячи две гривен, там, с чем-то. Он меня видел постоянно. То есть, ему казалось, что меня показывают по телевизору. И он настолько сильно верил. Он, знаешь, в моменты, когда происходят какие-то тусовки, там, день рождения, тебе говорят, сыграй на гитаре. Ты играешь на гитаре, через 30 секунд тебя уже никто не слышит. Деду нравилось всегда. А ты же достиг того, чего он тебе желал и хотел? Да, и, знаешь, я думаю, что вопреки всему этому, когда в какой-то период я понял, что я просто вишу, и я ничего не делаю. Я, в принципе, об этом не рассказывал ни в одном интервью. Все знают меня как человека спортивного, человека осознанного, но я прошел через все это. Ну, то есть, я очень сильно висел, да, как это сейчас любят говорить в жаргоне, на сленге. И я понял, что мне нужно, я пообещал ему то, что, ну, то есть, я буду там, где ему хотелось бы, чтобы я был. То есть, пообещал ему внутри себя, потому что он со мной. Настя, Жовтонишко спрашивает. Есть мечта, которая не касается музыки? Ой, слушай, да сложно, на самом деле. Ну, то есть, мне интересно мыслить в направлении, не знаю, ресторанного бизнеса, знаешь. Ну, то есть, мне... А ты хорошо готовишь? Интересно. Нет, нет, я не хорошо готовлю, но вокруг меня слишком много людей, которые хорошо готовят. Поэтому... А ты бизнесмен, вот, по своей сути и натуре? Я, я генератор идей. То есть, я понимаю, что, так или иначе, нужно в себе взращивать эту жилку. То есть, не бывает такого, что, если, допустим, когда говорят, в тебе есть это или нет, это все можно привить. Вот конкретно эту область, грань, да. Мне кажется, что это было бы интересно. Плюс мы создаем одежду, и я хотел бы глобально, допустим, в будущем поработать в этом направлении. Не только в направлении мерча, потому что много мерчевой одежды делаем, а, в принципе, создавать свои линейки одежды. А ты карьерист? Я думаю, да, потому что я тебе рассказывал о своих планах. То есть, когда я уже поступал в колледж, я знал, что я перееду в Харьков и буду соприкасаться с музыкой, даже когда там буду работать. Вот ты сказал в одном интервью, я восхищаюсь женщинами-карьеристками. То есть тебе... Я, в принципе, женщинами восхищаюсь. Это похвально. Они действительно сильные личности. Но тебе вот по жизни нужна такая женщина, именно карьеристка, или не обязательно? Я думаю, не обязательно. Ну, то есть, действительно, со временем ты приходишь к осознанию того, что важнее взаимоотношений, человеческих отношений нету ничего. Ну, то есть, все, что нужно для того, чтобы создать благоприятную среду и условия для семьи, мне кажется, мы сможем вместе это создать. И я буду инициатором этого, я буду... Но за каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина. Да, я знаю. Именно сильная. Я знаю. Но не обязательно же она должна быть карьеристкой, правильно? Ну, то есть, она может не строить планы в отношении своей карьеры, но может быть очень сильной, мудрой и отзывчивой, опорой надежной для тебя. Потому что почему-то считается... В своей жизни сейчас есть эта опора, как ты сказал, и сильный тыл? Да, есть. Вы хотите дальше вот развивать семью и так далее, или это пока только на том уровне, что мы живем вместе, а там посмотрим? Я думаю, все движется в направлении того, чтобы развивать крепкие отношения и семью. А сколько надо времени для того, чтобы, ну что ли, официально стать семьей? Или это не важно? Штамп не важен? Для меня это не так важно. Ну, возможно, что, знаешь, сейчас за двадцатый год очень много вещей произошло и переосмыслений внутри меня в том числе. Возможно, это может произойти в ближайшем будущем. То есть, я не исключаю этого. Ты однолюб? В данном случае, да. Ну, то есть, раньше я был... В принципе, раньше я был другим человеком. Угу. Я не склонен, да, я не склонен к полигамии. Знаешь, людям свойственно менять людей. Угу. И благодаря такому тылу, да, и человеку я очень сильно поменялся. Почему вот многие известные мужчины, они поначалу скрывают отношения свои, в том числе и имена своих девушек там, а некоторые и жён в том числе? Потому что для меня это очень важно. Это нечто близкое. Это... Это мой маленький мир, в котором мне хочется существовать только вот с этим человеком. Это... Но тебя же дёргают со всех сторон, чтобы узнать об этом маленьком мире. Не легче ли просто сказать один раз, поставить все точки над «и» и продолжать дальше жить, как ты говоришь? Так не будет. Почему? Потому что стоит один раз сказать, и все темы будут посвящены только этому. А я хочу посвящать своё время, своё время, творческое время, да, и время конкретно как артист, в данный период, отрезок времени посвящать творчеству и подавать себя, и транслировать себя через призму творчества. А что должно произойти, чтобы ты показал общественности вашу личную жизнь? Это женитьба, свадьба? Должно просто пройти время, я думаю. Должно пройти ещё время. Угу. Я не могу сказать тебе, что, допустим, если я решусь на помолвку, да, либо свадьбу, то что я захочу об этом сразу же рассказать всем, и позвоню и скажу. Есть сюжет, поехали. Угу. Не знаю, не уверен. Но всё зависит от того, насколько ты умеешь договариваться. С кем? Со мной. Я понял. В 2018 году ты сказал такую фразу, через 20 лет я с усами как удали, а вот осталось 18 лет. Ты до сих пор хочешь усы как удали? Да я просто что-то сказал. Вау. Угу. Хочу усы и бороду, да. Я завидую тебе. А ты, наверное, мне, правильно? Нет, кстати, потому что мне не надо мыть голову каждый день. А я тоже, кстати, сейчас не мою голову. С косичками ты можешь не мыть голову. Вообще? Ну вот какой-то период времени, там, недели две, допустим, можно не мыть голову. Там же ж может завестись... Только спонжиком, спонжиком вот так промакиваешь. Ага. Ну то есть удобно, очень удобно. Но ты себе ставишь и расписываешь в голове план на ближайшие 10 лет? Конечно же, конечно же, расписываю, да. Как минимум, есть еще несколько пунктов, которые в плане музыкального развития нужно закрыть. Это обязательно произойдет в развитии саунд-продакшена. Я думаю, что мы поработаем еще с множеством артистов. Я хочу развиваться в коммерческом направлении своего продакшена, да. И если говорить обо мне как артисте, конечно, у меня очень много планов. Ну то есть это несоизмеримо. От площадок заканчивая, не знаю, новыми видеоработами и коллаборациями. А личных планов? Мне как артиста? Личных планов есть, конечно же. У меня есть список, мой вышлист, который я с каждым годом пополняю. Либо что-то вычеркиваю. В ближайшие 10 лет семья и дети? Да. Входят в этот список? Да. Ты себя видишь счастливым отцом скольких детей? Ага. Слушай, я очень люблю детей. Вот прям мне кажется, что я могу быть как мамаша. Помнишь в этом советском мультике, когда она бегала за обезьянами? Обезьянами, да. Да. То есть, ну вот мне кажется, что я буду... То есть мне будет с ними интересно и им будет со мной интересно. Артем, через 10 лет мы встречаемся на интервью. Да мы встретимся раньше с тобой. Нет, мы именно через 10 лет встречаемся, раньше не надо. А, уже не интересно тебе будет. Ты мне не нужен в ближайшее время. Значит, через 10 лет мы с тобой встречаемся. И вот тут должно сидеть уже трое детей. Окей. В этом же месте. Артем, рубрика «Странно или нормально?» Я тебя спрашиваю, ты мне говоришь просто странно для тебя это или нормально? Странно или нормально. Окей. Говорить комплименты красивым девушкам? Нормально. Облизывать крышку от йогурта? Нормально. Пальцы после еды? Странно. Когда девушка феминистка, странно или нормально? Для тебя? Нормально. Ставить лайки в инстаграм красивым девчонкам? Странно. Предлагать своему кумиру интим в директ? Странно или нормально? Странно. Прощать измены? Странно. Завидовать кому-то из шоу-бизнеса? Странно. Повторять на деле что-то из видео для взрослых? Странно. Делать депиляцию мужчине? То есть... Ну, когда мужчина сам себе депиляцию делает. А, я просто сказал делать депиляцию мужчине. Соответственно, это должно быть рядом стоящим человеком. Хорошо. Делать мужчине депиляцию? Нет. Мужчине делать депиляцию? Нормально. Нормально, отлично. Крутить романы с несколькими девушками сразу? Странно. Врать о прошлом? Странно. Жалейте о своем первом сексуальном опыте? Нормально. Во сколько лет? 14. Читай тайком чужие смс? Странно. Слава плюс. Сейчас Артем тремя прилагательными назовет, что в этом пакете. Вы обязательно должны быть на нас подписаны, на наш YouTube-канал. Поставьте лайк. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших новых выпусках. Ну и сейчас, пожалуйста, Артем, тремя прилагательными ждем от тебя. Нечто стильное, нечто парадно-выходное, нечто прилагательное. Какой молодец. Слава плюс. Слава плюс. Слава плюс.